Тут дело в том, о чем очень редко говорят в школах или на курсах, а именно, как учить английский в соответствии с типом восприятия информации. Ты слышишь один сплошной звук, и сразу думаешь, я не способный, я никогда не выучу английский. Три типа восприятия информации. Это аудиал, визуал, киностет. С киностетом будет самое интересное, кого нужно трогать, когда ты учишь английский. В чем суть упражнения Stop, Keep, Start? Этот чек-лист нельзя выкидывать. Всем привет! И сегодня мы разберемся в базовом принципе, как подходить к обучению языка, чтобы это было максимально эффективно. Я уверен, у тебя бывала ситуация, когда кто-то из знакомых говорит, что я нашел самый классный способ учить английский, например, английский по песням. Мол, таким образом ты запоминаешь не просто слова, а сразу в контексте, и очень легко заниматься повторением, потому что слушаешь песню, и фразы сразу залетают тебе в голову. Ты такой приходишь на радость, когда можешь... ...думаешь, наконец-то я выучу английский. Включаешь песню и слышишь то, и слышишь... ...один сплошной звук. И сразу думаешь, я не способный, я никогда не выучу английский. Конечно, вот пипи. Все-таки методика это... Но нет. Тут дело в том, о чем очень редко говорят в школах или на курсах. А именно, как учить английский в соответствии с типом восприятия информации. И часто то, что подходит одному, может совсем не подходить другому. И будет казаться, что дело в методике или в подходе. Но нет, друг мой. Дело в тебе. Давай немного теории. Сегодня мы рассмотрим три типа восприятия информации. Это аудиал, визуал, киностет. С киностетом будет самое интересное, кого нужно трогать, когда ты учишь английский. Как же определить, к какому из этих видов ты подходишь? Для этого я нашел несколько тестов, ссылочки на которые будут в описании, чтобы мы сейчас не тратили на это время. А если ты все же уже знаешь немного английский, то я оставляю ссылочку на видео, где ты сможешь совместно с ведущим точно определиться, какой тип восприятия информации подходит для тебя. Есть одно супер простое упражнение, но не супер точное. Твоя задача сейчас вспомнить 7 существительных, первые, которые пиши тебе в голову. Для чистоты эксперимента нажми на паузу и напиши о них в комментариях. Написал? А теперь твоя задача проанализировать, какие ассоциации всплывали в твоей голове, когда ты вспоминал эти слова. Если это была картинка, ты визуал. Если это были определенные звуки, значит ты аудиал. Если это были определенные ощущения, связанные с этим словом, поздравляю, ты киностед. Например, любовь горячая, море мокрое, английский больно. Если ты в этом разберешься, то тогда ты сможешь подобрать наиболее комфортную методику изучения английских слов, правил, восприятие английского контента и ускорить свое обучение в два раза минимум, а удовольствие от обучения в раз 10 точно. Если ты визуал, то тебе нужно любить английский глазами. Не пренебрегай таблицами, учебниками, пособиями. В нашем случае в антишколе у нас есть целая онлайн-платформа для студентов. Это поможет тебе более точно усвоить информацию, сказанную преподавателем. Что касается английских слов, то тебе обязательно их нужно видеть. Не ленись, прописывай их, придумай к ним ассоциации, таким образом они точно останутся в твоей голове. Развесьте по дому стикеры со словами на каждую полочку. И закупитесь карточками, на которых есть слово, перевод и использование его в контексте. Кстати говоря, есть приложение, называется Enki Flashcards, которое поможет вам это сделать на вашем мобильном телефоне. Как визуалу вести себя на занятиях? Очень важно сконцентрироваться на том, что говорит преподаватель. Поэтому не стесняйтесь и смотрите ему прямо в глаза. Смотрите пристально и внимательно. И даже если он скажет вам, зачем ты на меня смотришь? Вы должны ему с гордостью ответить. Я визуал, мне нужно видеть. I see you. Старайтесь в мыслях представлять себе образ изучаемого материала. Очень часто на занятиях визуалы улетают в облака. Улетают, типа, помни, они его типа не слушают. Поэтому ваша задача сконцентрироваться максимально на том, что говорит преподаватель и стараться строить ассоциации в своей голове. Если вы визуал, то вам важно заниматься в тишине. Но не забывайте, что вам тоже нужно видеть. Поэтому изучая новые слова, используйте зеркало, записывайте себя на камеру и смотрите, как вы разговариваете на английском языке. Если вы занимаетесь по скайпу, вам обязательно нужно, чтобы ваш собеседник включил камеру и вы могли его видеть и следить за тем, как именно он разговаривает. Что касается видеоконтента. Поначалу не стоит бояться субтитров. Но когда ваши уши привыкнут к английской речи, то лучше их отключить. Если ты аудиал, то учиться самостоятельно тебе вообще противопоказано. Как минимум тебе нужно найти единомышленника и собеседника, а лучше идти на групповые занятия. Для тебя важно все проговаривать. И ты в этом случае оказываешься в ситуации win-win. Ты учишься и когда разговариваешь, и когда слушаешь, как кто-то другой объясняет. Что касается английских слов. Обязательно используй словари, где есть возможность воспроизвести данное слово. Делай это несколько раз. Что касается английского текста. Обязательно установи в свой браузер специальное приложение, которое дает возможность весь текст, который ты читаешь, параллельно еще и воспроизводить. Тебе очень важно слышать все, что ты видишь. Да-да-дам. И не забывай, что YouTube это твой реально хороший способ выучить английский. Если ты стеснительный, То начинай просто как минимум смотреть блоги и интересные видео на английском. А если ты готов, то нужно заводить свой YouTube канал. По барта на рекламе? Договоримся. Если ты кинестет, то методика визуала смотреть весь урок учителя в глаза может не совсем подойти. Придется переходить к более решительным действиям. Но ты там как кинестет уже сам разберись, как правильно это делать. Но если серьезно, то кинестету нужно очень много двигаться. Именно поэтому классические занятия сидя за партами могут, кстати, не подойти. В вашем случае не стоит бояться жестикулировать и во время обучения много ходить. Говорят, что кинестетам даже лучше, чтобы книга была в руках, нежели она будет лежать на столе. Если вам нужно выучить новые слова, фразу или грамматическое правило, то ваша задача стараться мысленно услышать или увидеть то, что вы записываете. Не бойтесь закрывать глаза и представлять ту картинку, которую вы только что написали. Ваша задача постараться ощутить и провести внутреннюю ассоциацию того, что вы сейчас учите. А теперь к конкретным упражнениям. Ваша задача к каждому вашему действию найти английское слово, чтобы оно у вас с ним ассоциировалось. Например, вы что-то печатаете, вы говорите to copy. Вы что-то режете, вы говорите to cut. И таким образом, каждое слово обретет в вашей голове ассоциацию с конкретным действием. Вы его точно запомните и никогда не забудете. При изучении грамматических правил не просто заучивайте их, а обязательно прописывайте объяснение своими словами, для того, чтобы максимально точно обрести ассоциацию. И развлечения вам на вечер. Начните играть с друзьями в крокодила на английском языке. Тогда вы точно выучите десяток новых слов за вечер, ведь у вас будет четкая ассоциация и жестикуляция, которую использовал человек, который объяснял слово на английском языке. В общем, давай подводить итоги. Конечно же, не бывает чистокровных визуалов, аудиалов, киностетов. И поэтому, если ты чувствуешь, что какой-то метод тебе подходит, то нужно его попробовать. И так как я здесь наговорил кучу разных упражнений, и уверен, половину из них ты не запомнил, я подготовил тебе специальный чек-лист, который оставляю в описании. Там я выписал все нужные упражнения для визуалов, аудиалов, киностетов и придумал упражнение, которое поможет разобраться, какие методы подходят для тебя. В чем суть упражнения Stop, Keep, Start? В данном чек-листе есть масса рекомендаций и методов, как учить английский. Если какой-то из них ты уже использовал, и он тебе не подошел, возле него напиши Stop. Если ты этот метод используешь, и он тебе нравится, и ты получаешь результаты, то напиши возле него Keep. Если есть что-то новое, и ты хотел бы это попробовать в ближайшее время, то напиши возле этого Start. Этот чек-лист нельзя выкидывать, потому что тебе важно проанализировать, какие упражнения и какой подход подход подходят конкретно для тебя. Ну а мы ждем тебя у нас в антишколе, ведь в нашем обучении мы уже это все предусмотрели. И welcome to the club! Пока!